Всем привет! Вы на канале Собервижн. Сегодня я продолжу вам показывать еще один очень интересный природный формикарий, который сделали ребята из компании Florarium Plants. С момента его создания прошло немало времени, он очень изменился. В этом видео сам автор этого проекта расскажет нам про интересные растения, которые тут растут. И конечно же мы увидим тех муравьев, которые здесь живут. Ну что, поехали? Итак, ребята, мне как и всем остальным подписчикам было очень интересно посмотреть, что произошло с природным формикарием, который сделали Георгий и Мария прямо на рептилиуме. Баночка получилась очень сочной и красивой. Видео с его созданием вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в верхнем углу. Там детально показан весь процесс его сборки. Ну а сегодня я отправился в магазин к ребятам посмотреть на изменения, которые произошли в нем. Также мне очень хотелось увидеть тех муравьев, которые были заселены в эту красоту. Но пока я дошел до самого формикария, посмотрел множество другой живности. Меня привлекли различные ящерицы, которые живут в настоящих биотопах. Для одних нужны тропические джунгли, другие живут в бамбуковых зарослях. Ребята большие мастера в создании кусочка живой природы в террариумах. По дороге меня также встретили различные лягушки. Очень забавно смотреть, как они охотятся за мухами. Лягушки имеют самую различную окраску. Интересные существа. Может когда-нибудь и я сделаю себе террариум с лягушками. Но пока можно посмотреть и понаблюдать за ними. В общем, дойдя до формикария, я увидел множество интересных работ. И вот, наконец, передо мной природный формикарий. Он очень изменился. Растения сильно разрослись. А самое главное, что формикарий уже заселен муравьями. Это компонотус париус. Очень необычно наблюдать за муравьями в подобных условиях. Смотрится просто супер. Тут чувствуется природа полностью. Все живое и красивое. На арене муравьи занимаются своим делом. Кто-то добывает сахарный сироп из специального такого растения. Кто-то исследует лесную подстилку. Очень естественно и гармонично. А что же в гнезде? В гнезде муравьи сидят очень уж спокойно. Как в диапаузе. Матка находится почему-то в отдельной камере, на достаточном удалении от основной семьи. У муравьев пропал весь расплод. И хочется надеяться, что причина всему именно диапауза. Хотя не исключается, что матка перестала нести яйца и была изгнана. Ребятам я посоветовал усилить кормление. И вроде бы после этого ее опять перетащили к основной семье. В любом случае муравьи получают сироп и белок. И если это диапауза, то дело пойдет. Ну а что же за интересные растения, посажены в этом фармикарий? Об этом нам расскажет сам автор данного проекта. Из интересных растений у нас здесь растет кальвоа. Это вот по центру с довольно крупными листиками. Интересно растение тем, что оно выделяет на нижней части листа капельки сахарного раствора. Это делается специально, чтобы привлечь муравьев, которые защищают растения от вредителей. По углам растет фикус пумилокверстифолия. Со временем он должен полностью закрыть задние боковые стенки, быть таким зеленым ковром. По центру вот это растет папоротник Дериоптерис кордата. Мы его здесь часто стрижем. Когда он дает спороносные ваи, их обязательно лучше обрезать, потому что они высокие, могут достигать 50 сантиметров, и он тогда перестает давать декоративные стерильные ваи. Слева от него бегония. Цветет она практически постоянно. Уже, наверное, полгода без перерыва. Ну и дальше, я думаю, продолжит. На дне лежит листва. Насыпали мы ее изначально. Это листья ордизии фирмы Экзотера, производитель. Гниют очень медленно. Часть листиков уже, конечно, перегнила. Треть, наверное, но большая часть остается. Создает такой декоративный вид лесной подстилки тропической. Вот здесь вот в углу растет какая-то неопределенная орхидея. Растет медленно и плохо, поэтому пока ничего сказать по ней не можем. На заднем плане, на коряшках расположились тилансии. Сажали мы их изначально еще на рептилиуме. Они, судя по всему, значительно разрослись. Мы их видим каждый день, поэтому не особо замечаем. Наверное, будет видно, если сравнить два видео. Неоригелии тоже чувствуют себя хорошо, но растут, конечно, медленно. В этом формикарии есть одна нерешенная проблема. Это паук. Он периодически таскает рабочих, и уже около 20 трупов лежат возле его логова. Если семья будет очень большая, то, скорее всего, это сильно не отразится на ней. Но в таком положении, как сейчас, он, конечно, играет большую отрицательную роль. Рабочих осталось не так уж много, и каждая лапа на счету. В общем, этот природный формикарий очень преобразился. Особенно интересно смотреть, как муравьи добывают сладкий сироп из этого сахарного растения. Можно часами за этим наблюдать. Кстати, и с побегами в такой конструкции нет никаких проблем. Я думаю, что продолжу наблюдать за этим формикарием и в дальнейшем. Задумка создавать природный формикарий мне очень нравится. Тут прям такая природная гармония и полное погружение в жизнь муравьев. Всем природных формикариев, ребята! А на сегодня все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!